Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Вы находитесь на канале Север. Это моя судьба. Меня зовут Ирина. Я живу в Германии. И я работающий пенсионер. Ну, вы знаете, пару дней назад я записала ролик, как я декорировала кухонное окно. Ну, и хочу сказать, что я осталась недовольна. Во-первых, я недовольна той шторой, которую я купила. Она не соответствует моим представлениям. Но ничего другого в магазине просто не было. И я выбирала из того, что было. Ну, я вам уже раньше рассказывала, у меня решают глаза. И глаза решили, так дело дальше не пойдет. Что будем делать? Будем менять декорацию. Вот она, наша декорация. Очень солнечно на улице, поэтому декорация вся вот темновастенькая. Итак, мы убираем декорацию. Я вам говорила, переставить эту декорацию дважды два. Один. Ну, это наши прекрасные нарциссы. Люблю нарциссы. У меня с ними связана одна история. Видите, декорация наша освободилась от окна. Петух свалился. Так. Протираем окно. Влажной тряпочкой. Вернее, не окно, а подоконник, потому что на него все равно насыпался мусор от наших растений. Ну, вот. Окно. Что мне не нравится? То, что слишком большое пространство не закрыто шторой. Видите? Вот теперь видно, да? Видно штору и видно открытое пространство окна. А в Германии это ничего страшного нет. Как будто... Так, мне нужно сдвинуть мой дом. Вот. Как будто... Очень, ну, мне вообще не вешать никакого... Никакой декорации. Уже на окне что-то наликло. Вроде как и все в порядке. Ну, вот, вот не соответствует штора моему весеннему настроению. Сейчас покажу, что я буду делать. Ну, что я буду делать? И я буду снимать штору. Вы знаете, что это быстро и безболезненно. Я уже об этом говорила. Меня спрашивали насчет вот этих вот карнизиков или гординок. Вот это такая палочка, на которую одеваются специальные шторы, которые имеют уже дырочку. Для такого карнизика. Видите дырочки для карнизика? Вот. Палочка эта регулируется. Можно... Так, ну, опять то светло, то темно. Так, разворачиваемся. Можно ее удлинить или укоротить. Видите? Она регулируется по длине. Сколько она сантиметров, я уже не помню. Вот. Да мне это и не нужно. А вам покажу, на что же крепится эта палочка. А крепится она вот такие гвоздики наклеиваются на раму окна. И на нее одевается вот эта палочка или карнизик. Видно? Не видно. Вот так видно, да? Тоже плохо видно. И фокусируется в том, что на улице очень солнечно. Попробуем так. Вот, фокусируется. И вот этой дырочкой одеваешь ее. Стоит это очень дешево. Ну, в пределах десятки до сто процентов. По крайней мере, это так стоило. Вот. И иногда с карнизами вместе идет и вот этот гвоздик. А иногда нет. Бывает по-разному. Итак, мы одеваем наши шторы. Ну, вот первая штура уже одета. Она намного короче той. И плохо вам ее видно. Потому что она просвечивает. Просвечивает на солнечную улицу. Сейчас мы будем одевать вторую. Вот такая капроновая шторка. На которой вышиты цветочки. Она более весенняя. Капроновая. У нее пришиты вот такие вот шлейфики, наверное. Не знаю, как называется. Но мы берем опять палочку. И продергиваем палочку через эти. По-немецки называется «Öze». Через эти приспособления. Господи. Сначала наша задача одеть шторку на карниз. А потом уже на окне мы распределим это все правильно. Вот такую штору можно сделать самим. Из понравившейся ткани. Просто пришить к ней вот такие вот штучки. Так, смотрим, где у нас справа, где лево. И правой стороной в комнату. Все-таки я решила, что у меня окно будет из двух шторок. Не видно вам. Так, а теперь мы распределим вторую шторку так, как она должна быть. На одинаковом расстоянии друг от друга. Немножко не рассчитали. Увеличиваем. Вот так. Поправляем вот эти складочки. Они все должны быть одинаково красиво. По правилам, если у вас окно один метр, то вы должны два метра иметь штору. Чтобы вот эти складки выглядели хорошо. Ну вот, как-то так. Вот как-то так выглядит окно. Сейчас с этими нежными вышитыми цветочками. Выглядит нежно и приятно. Вставим назад нашу декорацию. Тут немножко проблематично. И проблема эта в том состоит, что я снимаю на свет. Я развернулась и нарциссы смотрят в нашу сторону. Букет я свой сюда больше не поставлю, потому что он... Ну, он уже на грани. Он вот-вот отцветет. Почему? А потому что на кухне у нас жарко. Пол теплый. А когда пол, теплый пол, это всегда жарко. Ставим петуха на место. И сейчас мы сделаем другой букетик. Надо поправить немножко штору. Здесь цветочки делают свою тоже декорацию. Вот таким образом. Сниму еще вечером, чтобы было хорошо видно. Потому что сейчас это чуть-чуть мешает свет. Ну вот, дорогие мои друзья, я взяла березовую палочку. Она была свежая и гнутая. Я на нее поставила утюг. И таким образом добилась, чтобы она была, ну, не сто процентов ровная. И вот сейчас мы ее будем с вами декорировать. Я прикрепила вот эту деревянную жилку, которую я купила в Осване. И обматываю палочку, чтобы придать ей, ну, объем и цвет, конечно. Так. Можно даже чуть погуще обматать. Вот так. Это деревянная жилка. Она круглая или согнутая. Ее можно... Ну, знаете, не нахожу русских слов. Все хочется сказать на немецком языке, потому что моя флористика была выучена на немецком языке. Поэтому, извиняюсь за то, что я торможу. Ну вот, обмотали. Видите, без проблем. Можно обмотать шнуром, если у вас есть такой шнур. И закрепляем в конце нашу жилку при помощи тонкой проволоки. Эта проволока не будет бросаться в глаза. Закрепляйте, что у вас... Тем, что у вас есть. Какая проволока есть. Можете не проволока, можете обыкновенными нитками. Но нитки нужно обязательно... Ага, проволока тонкая, я сказала, да? И оборвалась. Так, убираем эту. Сейчас где-то я ее держу. Так, обматываю. Еще раз. Такое флористика тоже бывает в работе флористов. Обрезаем трубочку и закрепляем проволоку за и между собой. Ну вот, как-то так. Закрепила я проволочку эту и жилку. Обматываю вокруг жилки, чтобы она никуда не ушла. Вот так у меня получилось. Уже что-то интересное. Вот. Эта палочка будет висеть на окне. Для того, чтобы она удачно висела на окне, мы ее сейчас задекорируем. Момент. Мне уже пора на прогулку с палками. Ну, пока. Подождут. Вот. Палочка готова. Я ее могу отложить и покажу вам, что я выбрала. У меня есть вот такое деревянное яйцо, которое можно повешать тоже на пусты. Германия это есть. Но я его использую как шаблон для того, чтобы сделать подвесные яйца. Подвесные яйца можно сделать из березовых веток. Вот такие. Или я вот взяла обыкновенную садовую проволоку. Вот. Эту проволоку я как шаблон накладываю на яйцо. Сейчас покажу. Так, наверное, так будет лучше показать. Вот лежит мое яйцо. И я на нее накладываю проволоку и придаю форму яйца. Так. Форму яйца мы уже получили. Закрепляем вниз. Вот таким образом перекручиваем между собой. Отрезаем остальное ненужное. Еще раз даем форму. С березой мы с вами еще будем работать, девчонки. Потому что береза есть у каждого. Если у вас еще не распустились листья, срежьте несколько веток березы. Она вам пригодится. Вот такая вот у нас форма яйца получилась. И теперь нам нужно ее так задекорировать, чтобы она выглядела по-весеннему хорошо. Так, сначала я смастерила вот такие подвесные яйца. Вот. И сейчас мы их прицепим на нашу полку. Угу. Угу. Перекручиваем. Это перекрутить можно всегда. Теперь наш экземпляр, который служился шаблоном, тоже идет сюда. А как же? Тоже одеваем на палочку. И последний тоже одеваем на палочку. Вот таким образом. Угу. Ну-ка, раскручивайся, зайчка. Вот таким образом у нас повесили три яйца. Сейчас мне нужно это повесить на окно. А на окно я это буду подвешивать. Сейчас покажу. Ну вот, теперь солнца на улице нет. И видно получше. Наши цветочки, петушка и то, что намастерили. Зайчик хочет на улице смотреть, но нас не хочет. Вот такая декорация получилась у меня. Проволка в форме яйца обклеила с одной стороны пером, с другой стороны веточками. Посадила туда цыплят. С зайцем я разберусь. И тут цыплята бегают. И вот такая декорация заполнила наше свободное пространство. Как-то так. Кроме того, что я повесила вот эти в форме яйца проволоку, я еще повесила такие стеклянные яйца. В этом году это писк моды. И вот так это все вместе выглядит. Ну а мы с вами прощаемся. Всем всего доброго и до встречи на канале Север. Это моя судьба. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Спасибо, что вы смотрите мой ролик до самого конца. Спасибо, что пишете свои замечательные комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok